Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я Александр Бичуев, и сегодня мы разберём признаки одержимости джина. Мне часто задают вопросы, и поэтому я решил скомпоновать так тему и как бы вкратце сказать значение, да, какие-то признаки, как их можно определить. Так как в интернете об этом мало информации, я хочу как бы заполнить эту пустоту, которая есть в вас, непонимание, и, возможно, это откроет, если вы, конечно, мусульманин, какие-то брежи в вашем сознании. Первый признак – это бессонница, естественно. То есть человек долгое время не может уснуть, как говорится, что бы ни делал, не принимал лекарства, бессонница постоянно, просто тупо уставились в какую-то пустую точку, смотрите, ничего не происходит, даже пытайтесь много что делать, чтобы уснуть, и уже вроде устали, но не получается. Дальше ещё есть такие состояния, когда вы тоже уснули вроде бы быстро, а потом резко проснулись, как будто что-то вас затронуло или, как говорится, что-то мешает вам уснуть. Это тоже как признак. Дальше, если вам такое чувство, что кто-то с вас одеяло берёт, трогает, стягивает страх, снится дикие животные, которые вас кусают, крысы, кошки, тигры, волки, потом любые агрессивные животные, и агрессия идёт от животных к вам, это тоже признак такой. На игру, когда это происходит именно долгое время, понимаете, не за один день, это два, да, а постоянно это происходит. Вот это да, то есть эти уже признаки подходят. Дальше. Когда вы видите игру покойников, духов разных, гигантских людей, которые выше вас пытаются вас раздавить, стены гигантские рушатся, маленькие люди бегают, и вы гигантского размера, это тоже признаки. Дальше. Вы ощущаете, я и говорю, что кто-то ходит, бегает, хихикает, хахакает, как говорится. Причём это, открываете глаза, ничего нету, а всё ещё слышите эти звуки. То есть, как будто они происходят вот тут, а не наяву, да. Вот. Дальше. Ну, периодически навязчивые идеи, головные боли. Вы ходите к врачу, а у вас всё ещё болит голова, и он говорит, может быть, вы переутомились, может, что-то произошло. Но у вас ничего нет, ни повышения давления, ни определить ничего, да. То есть, медицински это не определить. Вот. Это тоже, как бы, в этот признак относится. Дальше. Боитесь слова какие-то мусульманские, да, о Аллахе говорят, о мусульманстве говорят вам часто. И вы реагируете на это. Возможно, ваш джин вселился именно не мусульманин, да, а другой народной веры такой. Дальше. Появление лени. То есть, неохота ничего делать, охота всё лежать. Энергия уходит, прям в пустую утекает из вас, да. Вас пугает также, например, какие-то резкие шумы. И вам кажется, что всё резко реагирует. То есть, такое впечатление, телевизор, телефон, всё очень агрессивно. Хотя до этого вам было пофигу, но это сейчас такие сильные реакции, сильная чувствительность. Это тоже к этому относится. Боли и вывихи в теле. То есть, неадекватное поведение. Раз что-то болит, вы поправляете. Постоянно сильно болят руки, ноги, то есть, какие-то части тела, да. Ходите в больницу, вам скажут, возможно, у вас кальция не хватает. Всё. Применяйте всё бестолку, понимаете. Бывают припадки эпилепсические, тоже относятся к этому. То есть, невзапно возле какого-то мусульманина или мулы у вас начинается реакция припадков. Вы падаете, вам плохо, вы не контролируете своё тело. Всё происходит конвульсии, вот это всё без вашего ведома, понимаете. То есть, вы не контролируете эту ситуацию, ситуация сама. Происходит тело само, выполняет какие-то движения, конвульсии без вашего ведома. Также лунатизм тоже может служить, что он, значит, ночью джин вселяется в вас и ходит что-то, выполняет какие-то функции. Вот. То есть, он может даже убивать в вашем теле, ходить, пока вы в спящем состоянии. Да, самобилизм такой. Вот такие простые признаки озвучил. Надеюсь, это как-то до кого-то дойдёт, как говорится. Всем удачи, успехов. С вами был Александр Печуев. Удачи и верьте только себе.